Есть документ, многие слышали о нем как директива Алина Далеса, но мы оперируем документами. Это директива 20-1 от 18 августа 1948 года. В ней говорится о чем? Русских силой не покорить. То есть обратите внимание, сразу после 1948 года. И там говорится, русских силой не покорить. Поэтому для того, чтобы захватить ресурсы страны, захватить ее богатство СССР, России, надо посеять рознь между различными народами, а наша страна многонациональная, между различными религиозными конфессиями, оторвать обязательно молодежь от старшего поколения, внедрить культ секса, разврата, наркомании, алкоголизма. Вот все, что мы с вами сейчас наблюдаем в нашем обществе. Поддерживать всяких безнравственных писателей, деятелей культуры, искусства. И наоборот, задавливать людей нравственных. Тоже по телевидению мы с вами наблюдаем. Смотрите, ну просто же ужас какой-то. То есть откровенные мерзости преподносится это в качестве достижений культуры. А на самом деле это просто сатанизм в открытой форме. Вот. И внедрив все это в нашей стране, значит, достичь целей. Вот эта директива, она совершенствовалась. И непосредственно перед перестройкой принял очертание так называемого Гарвардского проекта по названию университета в Соединенных Штатах, где разрабатывали социальные технологии уничтожения нашей Родины. Гарвардский проект предусматривает расчленить СССР, Россию, на приблизительно 30-40 маленьких независимых государств, а население довести до, ну, порядка 15-50 миллионов рабов, задействованных в сыредобывающих отраслях. Нас сейчас, напомню, по последней переписи, значит, то, что официальные данные есть, 144,5 миллиона. То есть как минимум 100 миллионов должно исчезнуть. Ну, чтобы не быть голословным, процитирую, значит, вот газета Guardian такая выходит в Соединенных... в Англии, значит, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мэйджер, подчеркиваю, это цитата, он так пишет, мы победили Россию в холодной войне, назначение России стать сырьевым придатком Запада, но для этого население России не должно превышать 50 миллионов человек. Маргарет Тэтчер, железная леди, которой многие восхищаются, она там же с откровенным цинизмом, с русских хватит и 15 миллионов. Вот вам, так сказать, вещественные доказательства. Значит, то есть как минимум 100 человек должно исчезнуть. Поэтому вот я езжу по стране, встречаюсь с людьми, вот выступаю с лекциями, отвечаю на вопросы, и обычно люди пожилого возраста, там, значит, они, сынок, да как же так, вот там лекарства, да как же, да нас просто убивают. Просто все это вписано в глобальный сценарий, не нужны мы, мы избыточные люди. И поэтому вот в этих условиях, значит, что-то там надеяться, это, знаете, как вот просить у палача, тебя положили голову на плаху, значит, занесли над тобой топор, а вы это отметаете и говорите, слушай, дай мне корочку хлеба, там, или кусочек торта, в зависимости от того, кто как себя представляет. Нас просто уничтожают. Против нашей страны ведется полномасштабная война на наше с вами уничтожение. И причина этой войны не потому, что мы вот рылом не вышли, и нам кто-то от нечего делать хочет нас там, значит, уничтожить. Причина в глобальном системном кризисе на планете Земля. И попытки разрешить проблемы, которые создала эта мафия глобальная, они решают за наш счет. Вот вам ответ на вопрос, что происходит. В это страшно поверить, но основным инструментарием уничтожения собственной страны явилось высшее ее руководство в лице ЦК КПСС. СС, как Тальков пел в своей песне. Значит, использовался простой форум. Продолжение следует...